В 2003 году закончил училище профессионально-техническое, после чего исполнилось мне в марте 18 лет. И летом этого же года был отправлен в Вооруженные силы Республики Беларусь. Служил в разведывательной десантной роте, срочную военную службу. Оттуда и начался мой путь в Вооруженных силах. Мое стремление заниматься спортом, службе Родине осталось. И буквально в короткий срок, несколько месяцев, уже начал собирать документы на призыв службы на контракт. Еще когда в училище учился, я в 2000 году начал заниматься тяжелой атлетикой в городе Бавруйске на стадионе «Спартак». Там был клуб тяжелой атлетики, там были несколько гирь. И меня тянуло, увлекало ими занятие с того, когда я начал заниматься любительски, потом уже и профессионально, уже прошло 20 лет. А если брать и с тяжелой атлетикой, то уже 22 года занимаюсь тяжелой атлетикой, можно сказать, гиревым спортом. Где-то он зародился в России, но я его назвал славянским видом спорта. В армии очень популярен он, потому что у военнослужащего не всегда есть возможность иметь с собой тренажерный зал. И еще там массу спортивных снарядов, тренажеров, штанг и тому подобное. И поэтому гиря многих спасала. Ее буквально можно взять в окопы. Я даже сам брал на учениях две гири и там занимался буквально в полевом лагере. И мне это очень сильно помогало поддерживать свою физическую форму. Кажется, снаряд очень простым, но здесь есть очень много нюансов, тонкостей, которые многие не замечают при первом впечатлении занятия гири. Ее надо уметь поднимать. И те, кто научится ее поднимать правильно, она очень большой след оставит в сердце. И потом этот след не выкинешь, на всю жизнь остается. Очень огромное качество гиревого спорта, которое мне очень понравилось. Любой силовой вид спорта требует максимальной нагрузки на опорно-двигательный аппарат, также на все функции системы организма. Здесь же, когда мы берем гирю, то здесь мы берем средний вес человека. Например, две 32-килограммовые гири будут ровно 64 килограмма. А это 64 килограмма – это нормальная нагрузка для человека. В гиревом спорте, как и в других видах спорта, тяжелой атлетики, разновидностей, очень важный факт, здесь присутствует факт выносливости. Здесь именно физическое качество, такое силовая выносливость. Здесь присутствуют в нашем гиревом спорте и марафоны по гиревому спорту. Часовые гирю можно поднимать в течение часа, двух часов. И гиревой спорт этим и привлекает, что здесь не только силу надо проявить значительную, но еще и выносливость очень длительно и сохранить свою работоспособность на протяжении всего упражнения, которое выполняет спортсмен. Для занятия гиревым спортом необходимо, как ни парадоксально, если взять гирю, она занимает буквально вот место той же самой гири, которую можно поставить в шкаф, в коробочку, за диван. И потом в нужный момент достал, позаниматься на балконе, в комнате, в кабинете, где угодно, на природу взять с собой. Машину поставил, вышел, выполнил упражнения на силовую выносливость или выносит все, что предпочтение у вас лежит к упражнению. И вы занимаетесь, выполняете это упражнение. Это верх достижений того вида спорта, который становится олимпийским. Это все международно признано этим. И, конечно, стремление к этому у каждого вида спорта есть. Поэтому время покажет. Все бы хотели, чтобы гиревики, чтобы гиревой спорт стал частью Олимпийских игр. Ну что, тортик сюда. Конец учебного года. Надо детей порадовать. Все закончили свою школу. Переходят в следующие классы. Молодцы. Едем поздравлять. У меня пятеро детей. Самый маленький, он еще ходит только в детский садик. Но все равно, тем не менее, получит и он свой кусочек сюрпризика. Едем. Я скажу, что не тяжело, а радостно управляться. Я бы сказал, очень весело и очень радостно. Каждый день насыщен многими сюрпризами. Моя жена понимала свою груз ответственности. И, конечно, тут не без моего участия, моей поддержки взаимной. Где-то помочь жене, посмотреть, где-то успокоить. Конечно, рутина домашняя где-то ее угнетала, но так как она у меня молодец, я скажу, что такие жены должны быть все и стремиться к этому. И сразу станет легче, а не унывать из-за того, что что-то... Понимаете, радость, когда вы ощущаете радость на руках, когда он маленький, когда он кушает, когда вы кормите, когда он первый раз улыбается, когда он ходить начинает, и эти кадры в жизни, ну, вам просто не описать. Когда вы видите в своем ребенке себя, это просто невозможно как-то словами описать. Я просто этим очень сильно горжусь. И сказать, что бы я хотел, чтобы у меня было меньше, нет. Как Бог дал, так пускай и будет. Двери у меня везде. И в кабинете, если вы заметили, и дома, и штанга. Все у меня есть. Для занятия гирь, который, как я и говорил, можно заниматься ими везде. Это огромный плюс. Он тренируется круглосуточно. В 6 утра он уже крутит педали. После обеда у него тренировка с гирями. Он даже мимо пройти не может. Идем куда-нибудь собираемся. Оделся. Перед выходом надо все равно пару раз толкнуть, рвануть. Саша зато наш гиревик, вот его заслуга, юный силач выиграл, Саня. Его на первой награды моего сына. Подарок у нас тоже. Юного силача. Две ванжевые гири, это сыну подарили. Да, сыну подарок гири, чтобы он занимался. На 12-летие подарили гирю 12 килограмм. 12 килограмм? На каждый год можно по гири пару дарить. Хотя бы через 2 уже. Ладно, жалеет. Уже достал я ее гирями. Но поддерживает молодец. Я очень благодарен ей в этом плане. Старшие подросли, очень хорошо помогают. И забирать со школы, и отвозить. И с садика забирать, самого маленького. В этом плане. Папа максимально в семье, да? Сразу домой. Стараюсь максимально быть в семье. Потому что дети ждут. Только дверь открывается. Все казали, папа, и все встречались. Эти двое, Ваня и Дима, сразу на папу, на шею, на спину. Он их несет сюда. Уже и Илья приобщился, так что вот троих несет. Домой, в комнату. Это самое ценное. Я никогда не торопилась выходить из декретного. Потому что это... Время уходит, и потом его уже не вернешь. Поэтому по максимальному дома. Я бы и сейчас не работала. Если бы муж сказал, не работай, я с удовольствием дальше дома. Надо бы найти мужу подход. Да, нашла уже подход. Стала моей женой. Самое главное. А дальше дело техники. Семейный капитал. И вот эта квартира, благодаря государству построенная. Очень много льгот многодетным. Я этим очень горжусь, что в Беларуси это есть. Это очень ощутимое, как многодетный отец. Это ощущают. Просто даже не писать. Это просто... Каждый момент семьи очень хорошо запечатляется в каждом из них. Понимаете? Вот каждый... Вот я горжусь каждым своим ребенком. У каждого свои качества. Каждый всего достоин. И я очень рад в них видеть самого себя. И продолжение, я их говорю, воспитают так, чтобы они достойные стали защитники своего Отечества.